Доброго времени суток всем, кто заглянул на мой канал Маленькие Женские Штучки. Меня зовут Ирина и я рада вас приветствовать. Сегодня я хочу выполнить запрос моей подписчицы и моей подруги. Она сделала его достаточно давно и попросила меня снять тег на тему, что я не люблю. Достаточно давно я его уже подготовила, обдумала, но почему-то как-то никак не могла снять. Вот пришло его время. Единственное, что я хочу сделать небольшое вступление, что ли. Вы уже не раз и не два, дорогие мои, просите меня снять обзор на отремонтированную квартиру. Я вам бесконечно это обещаю и я не отказываюсь от своего обещания, но я прошу вас потерпеть. Потому что то, что мы переехали домой, это еще не значит, что ремонт закончился. Мы живем в квартире без дверей, спим на надувной кровати. И поэтому пока мне для вас снять еще не особо есть что. Я, конечно, уже достаточно хорошо обжилась на кухне. И как только я закончу обживаться на кухне, я даже без двери сниму ее для вас. Правда. Но все равно придется все это делать постепенно, потому что мы еще все равно не закончили. Давайте договоримся о том, что я помню о своем обещании. Я не подогреваю интерес к, скажем так, к рунтуру. Но я все равно прошу вас потерпеть, потому что я не готова еще показать вам отремонтированную квартиру. Ну и давайте поговорим о том, что я не люблю. Начну с еды. Я не люблю суши. Я их не понимаю, я не понимаю их вкус. Я не понимаю, что вкусного в рисе с рыбой. Для меня это просто невкусно. Причем еще со времен школы я очень хорошо помню, когда нам подавали ментай с рисом, мне это было невкусно. И точно так же и сейчас мне это тоже невкусно. Вот вообще мимо суши-бар это не мое. Я не люблю манную кашу. Я не люблю ее со времен садика. Терпеть не могу эти комочки в манной каше. Ой, у меня аж мурашки пошли. Это кошмар какой-то. Я не люблю вообще терпеть не могу манную кашу. Особенно с комочками. Никогда вообще я не попробую жареных кузнечиков или тушеных гусениц или еще что-нибудь подобное. Это совсем не для меня. И я даже экспериментировать с этим не хочу. Я очень не люблю якобы простые рецепты, когда, знаете, вы можете это легко приготовить самостоятельно. Дальше идет перечень ингредиентов, из которых какая-нибудь фейхуя, манго и авокадо. Это самое простое. Я считаю, что простой рецепт это то, что есть в холодильнике практически у каждого. Или то, что мы можем купить в ближайшем магазине к дому, там в ближайшем супермаркете. Не заморачиваясь тем, где я найду эту фейхую. Я люблю напитки. Я не люблю крепленные вина. Ну, по крайней мере, те крепленные вина, которые представлены у нас в стране. Что-нибудь типа старой таверны или чего-то еще подобного. Не люблю я сухое вино. Могу пить полусладкое вино. Крепленные вина я не понимаю. Я отдаю себе отчет, что я не пробовала хорошие крепленные вина. Но из того, что я пробовала, мне это не нравится. Я не люблю энергетические напитки. Я к ним абсолютно равнодушна. Сережа иногда их любит, иногда их себе покупает. Я могу выпить у него пару глотков, но я представить не могу, что я выпью целую банку. Я вот совершенно равнодушна к энергетическим напиткам, кроме кофе. Кофе я люблю. И, кстати, я никогда не пью кофе или чай с сахаром. Мне это невкусно. Если говорить о бытовых делах, я терпеть не могу мыть посуду и мыть пол. Вот мне проще помыть окна, чем пол. Правда, не люблю. Если говорить, ну так уже более глобально, об окружающем каком-то мире, я не люблю, когда у людей грязная обувь. Ну и когда у меня грязная обувь. Для меня это прямо очень неприятно. И раз заговорила об обуви, скажу, что я очень не люблю, когда сланцы или босоножки без пятки, с вырезанным носом одевают на носки. Не люблю. Я не люблю фильмы ужасов. Фильмы ужасов, книги ужасов. Я имею в виду не триллеры, а именно вот фильмы ужасов с морем крови, с какими-то там восставшими из мертвых. То есть вот триллер, например, по Стивену Кингу, который «Зеленая миля» 14, 58. 14, 68. В общем, вы поняли. Такие фильмы я люблю, которые заставляют быть в напряжении. А вот такие откровенные фильмы ужасов я не люблю. Мне физически плохо, когда я вижу, как мучают животных. Я не могу это вообще совершенно переносить. И я считаю, что то, что столько бездомных животных, это люди такие свиньи. Потому что даже если сейчас их так много, то первого все равно кто-то выкинул. И еще и мучить их, ну это, я не знаю, это совсем скотство. И мне прям, ну мне правда, мне физически плохо. Я подкармливаю всех животных в округе. И если бы я была очень богата, я бы, наверное, открыла приют для бездомных животных. Потому что смотришь в глаза собакам или кошкам, и так их жалко. Я не люблю снобизму, заносчивость в любом их проявлении. И мне кажется, что на самом деле, чем больше человек себя представляет, тем он проще. Для меня один из самых таких ярких примеров, это Александра Николаевна Пахмутова, да, советский, российский композитор. Ну, я считаю, что она действительно великий композитор песени. Но насколько она проста, да, насколько она такая какая-то безыскусная, беззащитная. Я не знаю, как это назвать. Так, очень не люблю утрирование женщинами своих женских особенностей. И очень не люблю это, в принципе, и в себе тоже. Конечно, у меня это тоже есть, это у всех есть. Я, например, не люблю, когда женщина, будучи за рулем, вешает все там на заднее стекло эту туфельку несчастную. Я не знаю, это только у нас или в других регионах России тоже, но вот эта вот квадратная туфелька на заднем стекле, когда там туфелька, еще в ней восклицательный знак, не дай бог. Я боюсь таких машин. Я понимаю мужчин, которые говорят, что женщина – это обезьяна с гранатой. Я очень не люблю, когда женщина может сказать, что я же девочка, я маленькая. Не знаю. Зачем? Мне кажется, что это и так естественно воспринимается, что да, девушка, она имеет право на капризы. Зачем это лишний раз подчеркивать и утрировать? Вот. Вот это я не люблю. Я не люблю, когда люди судят о том, чего не знают. Приведу сейчас пример. Я не люблю оперу. Ты на нее ходил? Нет, зачем? Там же ничего не понятно. Я это не люблю. Я считаю, что можно не любить что-то только тогда, когда ты это знаешь. Мне никогда не хотелось попробовать суши, но для того, чтобы иметь право сказать, что я их не люблю, я их ел. Ну, для меня необъяснимо, как можно не любить то, чего не знаешь. Вот. Я не люблю разговоры о Великой Отечественной войне. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что я становлюсь, наверное, тоже просто больной, когда я слышу рассуждения о том, как хорошо бы мы жили, если бы Германия победила в войне, если бы Советский Союз проиграл. И я действительно становлюсь физически больной, потому что я считаю, что фашизм – это величайшее зло вообще. И совершенно искренне я горжусь тем, что мой дед воевал, что у него есть орден. И я горжусь тем, что моя страна победила. Я считаю, что эта война просто невыносимо страшная. И вот эти дилетантские разговоры о том, как хорошо бы мы жили, я, например, совершенно искренне убеждена, что мы бы не жили. Ну, по крайней мере, вот в таком понимании жизни. Я терпеть не могу быть должной деньги. Я не могу. Мне, когда я десятку заняла, мне прям некомфортно. Меня долг очень тяготит. Если я заняла крупную сумму, то для меня это вообще ужас. И я буду всё время об этом помнить, думать. Ну, пока не отдам. Не люблю. И кредиты по этой же причине не люблю. Но мне, например, кажется, что гораздо комфортнее для меня взять кредит, чем взять крупную сумму в долг у друзей. Я не люблю себя, когда я не могу выполнить обещанное. Причём, ну, неважно, да, какие причины у меня. То есть, естественно, мы можем всегда себя оправдать и объяснить, почему мы что-то там не можем выполнить. Меня раздражает, что эти оправдания нужно придумывать. Мне не нравится, что я помню о том, что я там что-то должна, да, там что-то должна сделать. А я не могу, и мне от этого очень некомфортно. Но я очень не люблю в себе черту откладывать на потом. Я это умею делать, как никто другой. Я могу тянуть до последнего. Я, конечно, обдумываю то, что мне нужно сделать. Я, конечно, думаю о том, как это сделать, там, ну, и так далее. Но делаю я очень часто в последний момент. И мне это в себе очень не нравится. Я пытаюсь от этого избавиться, но пока у меня не очень получается. Я очень не люблю торопиться по утрам. Я люблю медленное утро. И если мне, например, надо куда-то рано, то я лучше на 2 часа раньше встану. Я терпеть не могу, бегать и в последний момент там краситься. Не люблю. Мне гораздо комфортнее, когда я могу спокойно выпить кофе, спокойно помыть голову, спокойно накрасить глаза. Я все равно знаю, что я буду в конце торопиться, но если я буду торопиться с самого начала, это для меня невозможное утро. Я ненавижу просыпать, терпеть не могу. Поэтому да, я люблю медленное утро. Это так приятно. Я считаю, что самое страшное в этой жизни – это равнодушие. Помните у Булгакова самый страшный грех – это трусость? Вот я считаю, что нет. Самое страшное – это равнодушие. И я очень не люблю равнодушных людей. Я считаю, что если бы мы все были чуть менее равнодушными, мы бы намного лучше жили. Не могу я. Знаете, когда мне было, наверное, лет 15, мы вдвоем с подружкой гуляли по Выборгу, и к нам привязался пьяный мужчина. Это я сейчас понимаю, что он очень молодой. То есть ему было в районе 30, может быть, там чуть больше. А тогда для нас он был взрослым дяденькой. И мы не… То есть была совершенно непонятная паника. И я очень хорошо помню, как мимо нас проходили мужчины, пряча глаза. И вот это равнодушие, оно вот всегда у меня где-то, не знаю, глубоко-глубоко. Это так неприятно. И помогла нам женщина на самом деле, да. И когда она там на него заругалась, что-то там ему сказала, стало видно, насколько он какой-то вот этот пьяный мужик, да. Он такой, как это сказать-то, ну, как бы беспомощный, что ли. И не такой уж и опасный, да. И я сейчас часто думаю о том, что я не помню, мы вообще спасибо ей сказали или нет. Потому что я помню, что мы бежали так, что пятки сверкали. И вот я терпеть не могу, когда вот так равнодушно мимо чего-то проходит. Очень это неприятно. Я очень не люблю, когда много говорят. Когда, ну, такой нескончаемый потоп, который очень сложно прервать. Это, ну, наверное, я сейчас закончу видео, потому что я не могу пока больше придумать чего-то такого, вспомнить чего-то такого, что я не люблю. Вроде бы сказала так. Основное всё. Поэтому я благодарю вас за то, что вы провели всё это время со мной. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте комментарии, поделитесь. Может быть, вы что-то не любите из того, что не люблю я. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Заходите в мою группу ВКонтакте. Возможно, там вы найдёте для себя что-то интересное. Ну, а мы увидимся с вами в следующих видео. Всего доброго. До свидания.